Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поздравляю вас с наступающим, с грядущим праздником Крещения Господня. И для вас, первокурсников, это такое дали. То есть, тоже погружаетесь в воды. Не стикса, конечно, но пока. Воды реки познания, так скажем. И наша с вами задача – войти в философию. Как обычно, в начале каждой лекции я напоминаю студентам о том, что же было у нас в прошлый раз. Потому что любое расписание представляет собой своего рода калейдоскоп. И это, с одной стороны, хорошо, переключается внимание. Практика показала, когда вот так вот совсем плотно ставятся лекции, по одному предмету тоже притупляется восприятие. Прошлая наша лекция была введением в обведение. Сам курс введения в философию, он нужен для того, чтобы в дальнейшем вы могли как-то ориентироваться в тех проблемах по истории философии. И богословие, поскольку, как вы поняли, это вещи тесно связаны. И психологии, поскольку психология, как самостоятельная наука, совсем недавно появилась. А до этого она в русле философии развивалась. Ну и вот вводный курс такие вот вещи обозначает. А введение в обведение, потому что совершенно такие базовые что-ли темы были раскрыты схематично на прошлой нашей встрече. И мы сравнивали философию, предубеждения какие-то разобрали, это так, чтобы раскачаться просто. Потом ясно, что философия это познание, ясно, что философия это тоже как и искусство, творчество человеческое. В чем смысл познания, в чем смысл творчества? Так, по-философски задали этот вопрос. Выйти за свои собственные пределы. Собственно говоря, это и входит в природу духа, постоянно трансцендировать, выходить за пределы себя самого. Философия, да, духовная деятельность получается. Соответственно, предельные вопросы, которые обозначают нам нашу конечность, иначе куда бы нам было выходить, если бы мы были бесконечными. Бог, свобода, бессмертие. Я ссылался на Канте, но не знаю, что только Кант так думал, но он очень хорошо обозначил вот те смысловые контуры, которые отличают философию от других видов познания. Ну или сближают, например, с религией. Потом я отметил, что это предельные вопросы человеческого бытия, которые так любят рассматривать и разрешать через свои герои в своих романах Фёдор Михайлович Достоевский. Ну вот и определение Трубецкого вам давал и пояснял его, что это значит предел возможного, личностный предел. Хотя Трубецкой говорит психологически, не очень удачно, личностный. Логический, да, это то, что называется абстрактным мышлением, не все к этому готовы. В этом может быть наиболее сложность для массового сознания усваивать философию. Исторический предел. Дух эпохи, выраженный в мыслях. Первые такие общие определения философии были даны, и мы начали сравнивать философию со сходными формами познания и творчества. С религией, с наукой, с искусством. Обычно сравнивают, вот если там классика, возьмете Гегеля, Рассела, там, наука, религия. Но 20 век очень много дал примеров философского творчества, да и философского осмысления искусства. Ну там на Западе, например, считают, и правильно считают, что там Толстой и Достоевский – это философы. То есть в курсах по русской философии там есть главы, посвященные Толстому и Достоевскому. Да, в непрофессиональном, может быть, виде, но существу даже, может быть, более глубокий, чем многие профессионалы. Очень много дал 20 век для искусства. Поэтому вот мы так сравнили. Так совсем, если просто, простенько говорить, что с религией философия обедняет ее предмет абсолютное. Мышление о мире с точки зрения вечности, попытка, по крайней мере, стать над этими процессами временными. Охватить их с высоты птичьего полета, насколько человеку это доступно. Различие между религией и философией прежде всего в форме, в методе, в отношении. Вера, разум, ритуалы или рациональность в таком ключе. В принципе, это можно найти во многих учебниках. Да и мы еще раз прослушаем эту лекцию и не будем сильно долго повторять. С наукой, наоборот, сама форма отношения к предмету, она объединяет философию. То есть, все-таки, большинство великих философов считают, что философия – это наука, по крайней мере, по форме – это наука. То есть, это систематическое, аргументированное знание, знание, которое поддается трансляции. Философию можно научить. В то же время я отметил, что науки бывают разными – естественные науки, математические, гуманитарные. Сейчас, по современным представлениям, философия так к группе гуманитарных наук относится. Ну, пусть будет так. Хотя многие великие философы ближе к логике, к математике ее там располагали. Ну, нет какого-то однозначного решения по этому вопросу. По предмету, ну, тут более сложный вопрос, как предмет. Все-таки науки всегда какими-то частными вещами занимаются. Философия же бытием как таковым. Если вот пользоваться термином современной феноменологии, то науки изучают определенные регионы сущего, а философия поднимает сам вопрос о бытии. Тем не менее, если мы, наука, изучаем законы, и бытие тоже подвластно каким-то законам, философы их категориями, например, называть, то тогда получается, что наука о всеобщих законах бытия. Ну, и мышление тоже. Поскольку очень важным определением того, что является философия, является то, что это мыслящее себя мышление. Ни одна наука не делает предметом сам процесс мысли. Тоже можно здесь возразить, что появились когнитивные науки, науки мышления. Надо их осмыслить. Это такая новелла. Их не так много лет этим когнитивным наукам. И как это часто бывало, например, логика или психология тоже вышли из недр философии. Сейчас они вроде бы как самостоятельные науки. Личностный характер философии, ее интуитивизм, особая роль интуиции, ее оценочность. Мы отвечаем на вопрос, что такое хорошо, что такое плохо. Ее оценочность. Роднят философию с искусством. Ну, также можно отметить отсутствие такой вот прямого, ультилитарной пользы от философии, в отличие от науки и так далее. Вот смотрите, интуитивизм, оценочность, личностный характер. Ну, и, конечно, нужно отметить, что если в искусстве человек выступает творцом, то философия – это искусство жизни. Решая важнейшие вопросы о бытии и бессмертии, мы как бы композируем самих себя, по большому счету, свою собственную судьбу. А философы, которые оказывают влияние на умы, тот же Маркс писал, что идеи, овладевающие сознанием масс, становятся материальной силой. Ну, и на примере нашей страны вы видите, что какие-то идеи того же Маркса овладели сознанием масс. И страна развернулась от православно-имперского там пути в другом, скажем так, направлении поехала. Такие философы композируют в определенном смысле, делают набросок человеческой истории. Исполняют другие. Ну, и композитор, он же пишет. Бывает, пишет. Вы знаете, композиторы не обязательно за роялем сидят, от руки пишут. Вот, или как за компьютером сейчас. А исполняют другие. Уже разные интерпретации бывают этих композиций. Так что у философии есть сходство и с наукой, и с религией, и с искусством. Марксисты и постмодернисты потребовали бы еще ее сопоставления с идеологией, но мы на вводном курсе этого не будем затрагивать. Потом мы закончили тем, что предпосылки, превращение философии как субъективной склонности, ну, все же мы размышляем о Боге и бессмертии души, да, в объективно сущую форму культуры. Пять предпосылок и пять этапов. Помните, такая штука была? Пять предпосылок, пять этапов. Социальные, религиозные, интеллектуальные, личностные, возрастные. Собственно говоря, тот самый материал, о котором шла речь до этого времени, мы их просто немного по-другому реконструировали. Сейчас мы должны следующий шаг вперед сделать и обобщим тот же самый материал под другим углом зрения. И это обобщение даст нам новую новизну в понимании философии. Речь пойдет о структуре философского знания, ее строении, о внутреннем строении философского знания. Потому что внешнее, как у каждого свое. Но есть некоторые компоненты, которые отличают философское мышление от нефилософского. Их три. Философия – это обязательно учение о бытии или о сущем. Философия представляет собой некоторую картину мира. В этом смысле мы говорим, что в ней содержится онтология. От греческого слова «онтос» – «сущее» или «бытие». Лого – «сучение». Онтология. Кто-то говорит, что о сущем, кто-то о бытии. Такое различие есть. Сущее, если пользоваться современными такими концепциями, вот сейчас особенно популярны идеи Хайдегера в этом отношении, что сущее – это то, что возникает и гибнет. То, о чем Гераклит говорил, все течет, все меняется. В одну и ту же реку нельзя войти дважды. А «бытие» – это то, что пребывает, то, что всегда есть. Про «менито», о котором вам Лебедев уже, наверное, рассказывал, есть только «бытие», а не «бытия» – нет. Ну вот каково это соотношение об этом, антология, об устройстве мироздания. Антология как некая часть философского знания, а картина мира – это как часть мировоззрения любого человека. То есть нет людей, у которых не было бы какой-то картины мира. Другая, что не могут ее так ясно в понятиях выразить, обосновать, как-то аргументировать. Большинство, по большинству, это некие убеждения, мифы, о слонах, о китах, о большом взрыве и так далее. Но картина мира есть. Имплицитная антология, часто модное такое слово, имплицитная. У философии она становится эксплицитной, то есть выраженная, а у каждого человека имплицитно. Где-то есть, как некая такая призма, сквозь которую мы смотрим на мир. Если бы в философии исчерпывалась только антология, она была бы такой большой-большой наукой всего охвата. Как у Станислава Лема, кстати, сто лет ему тоже. Общая теория всего. Она не исчерпывается антологией, да и антологию, общую теорию всего и невозможно построить, а общую теорию можно. Так что и всеобщее. Собственно говоря, философия так и выстраивается. Но она еще думает о том, как она строит эту картину мира, вообще о том, как мы думаем, как мы мыслим. Философия – это мыслящее себя мышление. Очень древнее определение. Наверное, впервые так вот эксплицитного Аристотеля, мы видим, но фактически те вот самые парменидные, уж ясно софисты, фактически у них об этом уже философия. Мыслящее себя мышление. В этом смысле в философии обязательно содержится гносиология. От слова гнозис – знание, и логос – учение. Эквивалент этому слову – эпистемология. Вы будете современные тексты киточить, в интернете там будете ползать, наверное, эпистемология встретите. Слово более популярное сейчас. Эпистеме – тоже знание, но если гнозис – это знание проникновенное, до самой-самой сути пытаемся дойти, тайну познать какую-то. Помните, были такие гностики первые века, вот они что, притались, что они прямо там до самых глубин божественного откровения, больше, чем все остальные. А эпистеме, ну, не только гностики, Евангелие от Иоанна называют гностическим Евангелием. Не в том смысле, что он был гностика, что он какие-то сокровенные тайны раскрывает там, которых у синоптиков, у Матфея там нет. А эпистеме – знание такое, как осведомленность, информированность. Ну, поскольку современная такая тенденция агностическая, позитивистская, что мы до конца мало что познаем, ну, так в современной философии, тем более, что еще доминирует англосаксонская традиция сейчас, они всегда были скептиками. Более популярны слова эпистемы, ну, можете их просто как синонимы рассматривать. Но и этого мало. Есть третья составляющая в треугольнике, Соловьев называл ее этикой. Ну, это классический термин, ощущение смысла жизни. Но есть более современное слово – аксиология. Слово «аксиос» – достойный, ценный. Учение о ценностях в узком смысле этого слова, учение о ценностях, создатель аксиологии – Макс Шеллер. В более широком смысле вся философия – это некоторый набор ценностей. То есть, как я вам говорил, философия оценивает. То есть, не просто рисует некую картину мира, а оценивает. Я вам говорил, что можно ли сравнивать, что лучше – треугольник или квадрат. С точки зрения математики – нет такой разницы. А с точки зрения философии, например, философия Пифагора, который из чисел, из фигуры сходил, всякая нумерология из него появилась впоследствии ТМ. Можно сравнивать. Есть предпочтительные числа, за каждым закреплено особое значение, или в Кабале тоже за каждым числом свое значение закреплено. Вы скажете, это такая мистическая уже скорее традиция. Ну, мистическая. Кто нам запрещает мистическую традицию рассматривать внутри философии? Как же нам без тайны-то куда деться? Аксиология – учение о ценностях. Можно этикой слова заменить. Триединство – онтология, аксиология и гносеология. Какая главная? Все главные. Это можно изобразить в виде треугольников. Знаете, есть же разные треугольники. Один так выглядит дружно. Также и это соотношение этих онтологических интересов. или гносеологических у каждого философа свое специфическое. Но ни одного великого философа вы не найдете отсутствующей стороны. Вот такая штука. Наверное, такая наиболее популярная часть философии связана с ценностями. Поэтому так вот любят современные авторы читать. Кто-то Ницше любит читать. Кто-то Достоевского. У Достоевского мы же не найдем же явно выраженной какой-то теории познания. Нет. А ценности найдем? Найдем. А картина мира за этими ценностями, по крайней мере, просматривается? Просматривается? Просматривается. В то же время, и вот так вот сказать, что он писал какие-то трактаты по теории познания, ну, нет такого. Нету. То есть все эти три компонента присутствуют, но у каждого из великих философов удельный вес различен. Разве что вот единственный из великих – это Платон, у которого, ну, наверное, треугольник можно назвать равносторонним. У него все более-менее в балансе находится. У всех остальных будут какие-то неправильности, скажем так, какие-то искажения. А уж так. Будет у вас когда желание, если вы будете историю философии изучать, посмотрите, кто в направлении чего двигался. Но все-таки возникает вопрос часто, а какой же из этих сторон является философической, ну, скажем так, по преимуществу, антология, аксиология или гносеология? Нет мне никаких. Часто говорят антология, давайте посмотрим. Но в такой форме познания, как наука, антология присутствует, как картина мира? Присутствует. Никуда не деться. У каждого ученого есть некая имплицитная антология. Более того, говорят, что в отдельных областях науки, в химии, например, своя региональная антология. Ну, по поводу вот этого уровня организации материи, который исследует химию. Картина мира. Картины мира, конечно, меняются. Меняются. Есть желание посмотреть, как меняются эти региональные антологии. Читайте книгу Томаса Куна «Структура научных революций». Один из бестселлеров 20 века. Он хоть позитивист, но много интересного написал. Один из самых популярных авторов. В религии есть антология? Есть. Как некое учение о бытии. Конечно, оно присутствует там в любой форме мифа или форме откровения. Например, если мы берем нашу конфессию, нашу религиозную традицию, это Библия, да, книга бытия, там, о том, как Бог творит мир, потом грехопадение людей, как приходит смерть, грехопадение ангелов, там, добавлено, вот так вот. Какая некая такая трещина в бытии возникает в результате грехопадения. Получается, это не совсем, что ли, эксклюзивная штука, антология. Эксклюзивно-философская. То есть, можем найти ее и в религии, и в науке. Может быть, наиболее популярная часть, вот, это аксиология, может быть, она самая философичная. И здесь мы найдем какие-то контраргументы. В искусстве есть некая система ценностей, произведения их в искусство? Есть. Конечно, художник, особенно гений, он в некотором смысле даже бессознательно выражает определенное мировидение. И это мировидение заряжено именно аксиологически. Он навязывает систему ценностей нам. И в этом плане искусство, оно влиятельнее, конечно, чем философия. То есть, собственно, он может нести какие-то философские идеи в себе. Но, как я вам говорил, прекрасное нравится без понятия. Мы не рефлектируем. Мы восприняли что-то все, понравилось, пошло, поехало. И так далее и тому подобное. А в религии есть некая система ценностей? Есть, да. Религия тоже аксиологична. Это неспроста. Вот отец Сергий Булгаков писал, что искусство – это самое религиозное из всех светских форм культуры. Самое религиозное. Наиболее близко стоит. Поэтому, соответственно, нам легко воспринимать какое-то религиозное содержание именно через искусство. Через вот эту штуку. Помните, легенда эта или правда, или легенда, как выбор именно православия был совершен Владимиром Святым, что вот так понравилось очень богослужение в храме Святой Софии нашим послам. Потому что, ну вот, не знаем, где мы были, но на небе, на земле, ну очень хорошо, да, очень хорошо. Ну и по легенде, вот он так вот, ну значит, раз вот так вот, хорошо. На самом деле, там, конечно, были предпосылки, контакты с Византийской империей были очень интенсивные и политические. Ну вот, может быть, промысел Божий как-то так в этом направлении развернул страну. Ну вот такая штука. Соответственно, и религиозное содержание через искусство хорошо проникает очень. Музыка, живопись, стихи. Ну и критика религии может через искусство тоже эффективной быть довольно. Если карикатуры какие-то делать, одно дело там говорить, другое вот сделать какую-то карикатуру. Это же такая штука, красота, да, страшная вещь, как Достоевский писал. Именно здесь борется бог с чертом, да, да, на поле красоты в сердце человека. Получается гносеология. Ну действительно так. Как мы, смотрите, говорили, что ученые не думают же о том, как они думают. Времени нет. Надо задачи решать по математике или по физике. Можно возразить, конечно, что некоторые, мы их называем гениями, они совершают революции в науке. Ну, Эйнштейн, например, они думают о том, как они думают. Поэтому они революции совершают, поэтому философами мы их называем. Что это ученый-философ, Лябниц, например, Дилтон. Ну, очень часто еще и думают, начинают писать книжки о том, после того, как они открытие сделали, что-то раз, что ж я натворил-то, да. Дай-ка я подумаю, как же это вот произошло. Почему моя концепция правоправильная, а не их предшественников? Потому что я думаю лучше. Я с другой точки зрения на это посмотрел. Ну, поменял ракурс раз, вот так вот, вот так. Люди религиозные думают о том, как они думают в массе своей. Нет. Даже, наверное, если среди нас есть какие-то священнослужители, скажут, что это даже вредно, наверное, сомнения начнут возникать. А где сомнения, там проблемы, вот. Смотрите, не о том, смотрите, не путайтесь с тем, что мы же понимаем, как мы верим, да. Не размышления о предметах веры, да. Ну, например, как Бог сотворил мир. Или что же это такое грехопадение, да. Вот это любимая тема всех верующих. Как там Адам, Асквили сначала змей. А почему змей? А думать о том, как ты думаешь об этом. Этого мало. Узкая группа тех, которые думают о том, как они думают, называется теологами. А теологи – это такая маленькая каста, узкая прослойка внутри огромных масс верующих. Да, и сами они друг с другом, сами себя это понимают ли они. Это тоже такой вопрос очень интересный. Люди искусства. Отдают ли себе отчет, как они творят? Или они наполовину бессознательно действуют? Бессознательно. Ну, не в амнезии полной, что называется. Ну, вот как тот же говорил Кант, гений – это баланс продуктивного воображения и мышления. То есть, если одно продуктивное воображение, это будут каляки-маляки тогда, там что называется. Если одно мышление, это будет схема. А вот когда это в балансе, мышление и творческая фантазия, ну, то, что продуктивное воображение, творческая фантазия, когда они в балансе, вот так и происходит. Надо сказать, что некоторые гении так же оценивали, в общем, что Кант правильно говорит. Ну, сейчас Гёте, Шиллер, когда прочитали его, говорит, да, вот как он пишет, так мы сочиняем. То есть, Моцарт писал, что идеи некоторые приходят, хотя он много ремеслом заниматься, Моцарт, зарабатывал себе на жизнь, как мы бы говорим, халтурил сейчас, подрабатывал. Но гениальные идеи приходили к нему сразу. Вот ты уже здесь не власть, она к тебе пришла, ты ее просто обрабатываешь. Потом, когда уже дело сделано, ты можешь там что-нибудь подумать, как же вот это все происходит. Но в самом процессе нет. Были, воспоминали, например, воспоминали Сальвадора Дали, известное, можно их почитать, дневник одного гения. Он там описывает, как вот, что у него. Но это уже после того, как сам процесс совершился. А философия в процессе. Получается, что вот эта самая гносиология, эпистемология такая эксклюзивно-философская штука. То есть, тех ученых, которые начинают размышлять о том, как они думают, мы к философам относим. Тех религиозных людей, которые на эту же тропиночку становятся, мы их тоже относим к философам, к полуфилософам, к богословам. Получается, вот какая штука. Тогда, очевидно, логично и нам было бы двинуться в философию, изучая познание. Тем более далеко ходить никуда не надо, мы же сами познаем, сами себя. Давайте попробуем сделать этот ход мысли. Но мы сразу столкнемся с некоторой такой сложностью. Она заключается в том, что познание – это некий процесс или совокупность актов, которые осуществляются в более широкой системе. Эта более широкая система называется сознанием. В познании мы как бы раздвигаем границы нашего сознания, какую-то информацию в себя впускаем. А в сознании есть и то, что уже было до познания, и то, что еще предпознано. Наверное, для того, чтобы некое частное изучать, надо поговорить о сознании. Тем более, что это что же? Познание, сознание, некоторые их путают даже. Может быть, это почти одно и то же. Назад немножко к антологии нам придется. Что же такое сознание? Такая интересная штука перед нами. Кажется, что оно близко. Мы же в сознании находимся. Все в сознании находятся. Ну, в своем, по крайней мере. Отчасти в моем. Я же вам передаю какие-то элементы. А что оно такое из себя представляет? Сказать сложно. Ну, как же, что-то сложного. Трясти надо, и все. Наверное, потрясем, и упадет эта груша к нам. Ну, что тут? Это внутренний мир человека. Ну, вот такой вопрос. Почему не внешний? Ну, хорошо внутренний. А что там в этом внутреннем мире? Ну, там понятия, представления, эмоции, образы. И вот подсознание – это совокупность наших эмоций, представлений и так далее. Ну, знаете, это можно так пойти этим путем. Но это то же самое, если люди, человека. Люди – это что, человека? Ну, человек – это вот французы, немцы, китайцы, там все русские. Это допустимое определение. Психологи очень любят им пользоваться. Но это определение через перечисление. Сути-то нет. Суть, очевидно, мы должны отличить сознание от несознания. И тогда что-то у нас прорежется. Ну, как сказать, найти ближайший род и посмотреть, какое видовое отличие здесь. Как мы и говорим, человек – животное. Животное какое? Которое обладает сознанием, мыслит. Вот. Ну, ближайшим тем, то, что представит сознанию, является мир. Мир. Совокупность вещей, так мы их можем. Как сознание – совокупность представлений, понятий. Так мир – совокупность вещей. Мы их также материальными, скажем так, называем. Ну да, сознание – его предмет. Ну и в каком отношении он находится, сознание, к этому? Исходим из того, что как бы мир вещей, вот он такой очевидный для нас. В каком отношении? Знаете, ну, такое слово я произнесу, вы его, конечно, сразу она вам отобьется. Вот. Но это не значит, что оно правильное, что оно исчерпывающее. Но вокруг него строится определение того, что такое сознание. Это слово «отражение». Слушай, тут ёжику, что называется, понятно, сознание – это отражение. Чего отражение? Во мне свойствия влений внешнего мира. То есть вы, как обычно, легко записываете студент, три модуса этих отражений, ну, и потом мне начинают воспроизводить это на экзамене, а мы критиковать будем эту позицию. Так что, конечно, её перевести-то можно, но надо критически потом к ней отнестись, это будет более сложно. Отражение где? В сознании. Сознание, отражение в сознании. Сознание, отражение в мышлении. Мышление – форма деятельности сознания, сознание – форма мышления, круг, тавтология. Разрубить надо этот гордый, разорвать этот круг, что тут думать, да? Ну, куда к вам мысли приходят? В голову, правильно? В голову приходят, в мозг прямо. Сознание – это отражение в мозгу человека, в свойствия или не венече. Отражение мозгом человека. Давайте активно там сделаем. Всё, вопрос решён. Но есть одно «но», как в том анекдоте. Было несколько «но». Значит, если мы, так сказать, черепную коробку человеку вскроем, вот, делать этого не надо, веру можно воспринять, то мы там не найдём мыслей, а найдём серое вещество. Вот, там, жир и всякую другую штуку. Как же так? Что ж такое? Ну, так же примерно, как если вы, так сказать, телевизор разломаете, фильма там вы не найдёте. А что, лампочки всякие, транзисторы и так далее? А вот, когда говорить, что сознание – это мозговая деятельность, то же самое, что искать песенку в радиоприёмнике. Вы в детстве кто-нибудь разбирал радио? Я сейчас говорю, нету. Я, помню, разбирал в детстве. Ну, вроде, потом собрать уже невозможно его было, но песни там не было, да, песни не было. Точно так же, как и компьютер. Если вы откроете, что там, у вас там был, что разломаете его, у вас скачано там мейлик, а лекции не будет там. А что, железки будут всякие находиться там, пластмасса и так далее? Сказать, что мозг продуцирует мысль, как часто говорят, то же самое, что телевизор сам придумывает фильм, который по нему крутится. Такая штука. Ну, и мозгом в том числе. Конечно. Ну, нету ж там его. Нету. Ну, все же читаете роман «Война и мир» в школе, да? Где мозг Льва Толстого? Нету. Мозг Льва Толстого сгнил. Содержание его сознания продолжает существовать? Продолжает. Все изучаете физику, ну, по Ньютону, да? Там закон всемирного тяготения. Мозга Ньютона нет уже, да? Все. Нету его этого мозга. Давно. Физика есть, содержание есть. Где оно? В книгах? Ну, как в книге бумага, стипографская краска. Баран, если посмотрит в эту книгу, прочтет он там формулу закона всемирного тяготения? Нет. Как в Маяковске говорят, там сменит, как в афишу коза, да? Да, там вспомнил. Вот. Ну, можно вывернуться из этой ситуации и сказать, что сознание – это отражение при помощи мозга, да? Свойство явления внешнего мира. Ну, да. А пока, по крайней мере, вот в той форме жизни, которая нам известна, ну, философия, по идее, известна, должна заниматься. Мы, конечно, мыслим при помощи мозга, да? Повреждения какие-то происходят и что-то с мышлением начинать. Ну, смотрите, с другой стороны. Если телевизор повредить, вы можете звука не услышать в фильме, но от этого же сам по себе звук в фильме и смыслы фильма не исчезают. Ну, конкретно в этом телевизоре они, ну, не так оттранслировались, да? Да, или помехи наступили какие-то, да? Как его цвет, что называется, изменился. Вот берите у человека мозг, он перестанет мыслить. Очень оригинальное осуждение. Очень оригинальное. Только отнимем кровь, если выпустите с человеком, он тоже мыслить перестанет, по крайней мере. Человек мыслит мозгом. Ну, знаете, это такая древняя штука, что весь организм человека, для нас там и мозгом, а весь организм человека участвует в процессах мышления, да? Как индусы говорят, там везде каждый орган отвечает за определенный вид духовной деятельности и так далее. Фрейд считает, что другим местом, чем человек мыслит, а мозг только транслирует все это. Это нам все равно ничего не говорит о природе сознания. Чем же оно отличается от вещи? Знаете, это вот я вам рассказываю, ну, того, чтобы поколебать некоторые предрассудки. Смотрите, предрассудок – это то, что до рассуждения. Но поколебливание предрассудков еще не оказывает, не выводит нас к самому рассудку. Вот тут мы, во-первых, надо сказать, что по поводу сознания, оно все-таки реально? Реально. Ну, мы же в сознании находимся, да? В мозге его нет. Более того, хочу сказать, что это самое реальное из всего, что у нас есть. А что еще есть, кроме сознания? Ну, внешний мир, с одной стороны, так сказать, эманентное, и трансцендентный мир, Бог, с другой стороны. В бытии внешнего мира независимого от сознания можно усомниться? Нет? Надо философские точки зрения на счасты, но это ничего страшного, да? А где внешний мир? Ну, скажете, кресло, оно же какое? Оно твердое, да? Твердое кресло. Вот, ручечку трогаете. Твердая ручка? Твердая. А где твердость находится? В вашем восприятии или в ручке? В сознании, конечно. А зелень где находится? В сознании. А вот на расстоянии от меня 500 метров, вот, Шереметьевский дворец. А расстояние – это идея? Да. Очень, ну, это мой, вам кажется, что это такая дуриловка. Это не дуриловка. Это скользкая тропинка, она называется субъективным идеализмом, скользкая тропинка, что мир не существует вне моего сознания, да? Не существует. Он обязательно, да, но эта скользкая тропинка ведет с эллипсизм, да, с эллипсизм, что существует только я один. Это и у нас было такое в Европе, ну, вот, в частности, один епископ протестантский Беркли такую теорию развил, и потом сам удивился, куда это его, куда эта тропинка меня привела, да. В Индии это очень распространено, очень распространено. А вот. Ну, из-под такого с эллипсизма, что существует только я один, ну, конечно, есть выходы. Но, тем не менее, опровергнуть это сложно. Хайдегер говорит, скандал в философии. Нет еще ни одного философа, который бы внятно доказал, доказал именно, что внешний мир существует в ней независимо от моего сознания, от меня. Он говорит, сопротивляемость, сопротивление внешнего мира и указывает, что сопротивление – это же мое восприятие внешнего мира. Владимир Солов говорит, мы верим в то, что внешний мир существует вне нас, как нечто независимое от нас. То есть, если в это углубиться, то действительно тема окажется скандальной. Скандальной. То есть, если вы считаете, что сознание эфемерное, а внешний мир, так сказать, очевиден, то это дофилософское на самом деле, точка зрения. Хотя философское, которое я вам обозначил, оно тоже может в тупик увести. Хорошо, в бытии Бога можно усомниться? Можно легко. Миллионы людей не сомневаются, что его нет. Как его нет, и все. А в бытии сознания можно усомниться? Как? Сомнение – это же разновидность сознания. Оно самое очевидное для меня? Сейчас ученые говорят, что это самообман. А самообман – это разновидность сознания? Они говорят, что просто в мозгу заложено определенное действие. Ну, с мозгом, да. Конечно. В телевизоре заложены определенные схемы, которые создают это. Да, так оно и есть, да. Те, которые создают фильм, да. Это тоже наивную точку зрения Демокрита и из-за с ним оставляем. То есть, если на место атома в нейроны поставить, вот она такая будет штуковика. Можно ли усомниться в бытии сознания? Нет. Потому что сомнение – это разновидность сознания. Ну, или мышление. Этот ход открыл 500 лет тому назад Декарт. Ну, он когда еще был молодым человеком, но дал обет Святой Деве, что он обязательно найдет некое основоположение, в котором невозможно будет усомниться. Ну, невозможно. Но будет несомненно. Да? Ну, и действительно он так встал. Можно во внешнем мире усомниться? Можно. Все время что-то происходит. Декарт еще, кроме того, был офицером, мушкетерским. И говорит, я вот видел случаи, когда у солдат болели отрубленные ноги или руки. То есть, руки нет, она болит. Ну, это известный такой случай. В конце концов, во всем, что дают нам чувства, мы можем усомниться. Можем усомниться, так сказать. И даже предположить, что существует, как вы сказали, схемки какие-то, да, схемки в мозгу. Значит, существует некий великий волшебник и великий обманщик, который постоянно меня обманывает. Ну, дьявол, например. Вот схемки. В чем невозможно усомниться? Бесспорно в том, что я сомневаюсь. Это мне дано непосредственно. Но сомнение – это мышление. Разветость мышления. Но я не могу мыслить и не существовать. Отсюда мыслю, следовательно, существую. Когите, эрго, сум. Все. Пока никто не опроверг. За эти 500 лет. Пытаются. И даже на этом себе имя делают. Но мыслишь. Я не могу мыслить и не существовать. Соответственно, дальше из этого Декарт таким же путем, что я сомневаюсь, следовательно, я несовершенен. Раз я несовершенен, следовательно, есть совершенство. Сущее совершенство есть Бог. Выходит быть ее Богом. И выстраивает все довольно-таки стройное здание своей системы. Потом, правда, он с этой дорожки уходит. Итак, сознание, как говорит Фрейд, это очень мало. Но это единственное, чем мы доподлинно обладаем. То есть оно несомненно. Ну, здесь же рядом я приведу суждение, которое обычно студентами хорошо запоминается, нашего знаменитого русского философа Семена Людовича Франка. Сознание особого рода реальность. То есть реальность. Не будем сомневаться, что есть внешний мир. Не будем пока сомневаться, что есть Бог. Но сознание особого рода реальность. В чем же ее особенность? Чтобы понять, почему нам не укусить этот локоть, который близко, вот мы рядом с ним, надо задать себе такой вопрос. Легко ли взглянуть в свой собственный взгляд? Можно ли взглянуть в свой собственный взгляд? Не глаз, а взгляд. Кто-то может взглянуть в свой собственный взгляд? Как? Мы же в нем находимся уже. Как ты в него взглянешь? Не в зеркало. В зеркало ты увидишь в глаз. А в зеркало. И вот такая же примерно задача стоит перед нами, когда мы говорим о сознании. Это я вам рассказываю не к тому, чтобы показать, какие дураки все вокруг, а чтобы как-то оторвать мышление от вещей. Потому что это особо рода реальность. Они сводятся к вещам. Вещи, наоборот, даны в сознании. Они являются элементами сознания. Вот Фихте, Иоганн Готлиб Фихте, это представитель немецкой классической философии, тоже своим студентам пытался сущность сознания продемонстрировать с помощью такого мысленного эксперимента. Только вы делайте, как говорит Фихте, а смеяться не надо. Вы постарше не смеете, а дети, они смеются всегда. Помыслите стену. Теперь помыслите того, кто помыслил стену. Теперь помыслите того, кто помыслил помыслившего стену. И так до бесконечности. Что все время ускользает от вас? Что никак вы не можете сделать предметом мысли? Потому что как только вы это сделали, оно превратилось в предмет мысли, в представление. В результат. Что все время ускользает? Мысль как что? Мысль может как результатом быть. Например, вот эта пианино – это мысль, которая стала результатом. Думали, думали о нем и превратили ее в мысль. А думали, когда мы думали о нем, то что это было? Как это назвать? Что вы не... Представление как раз легко. Что невозможно уловить? Что существует между да и нет всегда? Что существует только тогда, когда оно осуществляется? Акт. Сознание – это акт. Или деятельность, да, как совокупность актов. Или процесс, как продолжающаяся деятельность. Когда оно есть? Когда ты делаешь? Когда ты мыслишь? Когда мысля. Закончил – нет. Вещь – она просто есть. Или ее нет. А сознание – такая штуковина. Она осуществляется, когда ты ее осуществляешь. Получается, оно само себя как бы делает. Источник ее внутри себя. Ну, вы обратите внимание, как вы мыслите. Даже сказать, о, внешний раздражитель, а? От черта с два внешний раздражитель. Для кого-то он внешний раздражитель, для кого-то не внешний. А без внешних раздражителей? Откуда приходят к вам мысли? Откуда-то из вас они приходят. Откуда самые позывы приходят. Вот сознание – это и есть всегда акт, деятельность, процесс. А в чем существо? Поэтому ее не уловить-то. Не уловить. Дунул – нету. Пока дуешь – есть. А что осталось? Остаются результаты сознания. В чем существо этой деятельности? Можно так сказать, что существо этой деятельности в том, чтобы либо выявить, либо положить. То есть создать некие пределы. Например, чтобы создать пианино, я должен отграничить его от всего остального. Чтобы осознать, что такое жираф, я должен отграничить жирафа от крокодилов, бегемотов и прочих разных живностей. То есть я выявляю границы жирафа. Где? В моем сознании выявляю. Правда, они должны соответствовать реальным границам. То есть это деятельность выявления или полагания границ. Вот какая деятельность. И на следующей лекции вы это гораздо лучше поймете, в чем сущность этого. Ну, вообще, последующее будет разъединять предыдущее. Анатомия человека – ключ к пониманию анатомии обезьяны. А граница границы чему равна? Кто математику хорошо знает? Никто. Все гуманитарии. Граница границы равна нулю. Поэтому сознание – это ноль предметности. А мы его хотим в мозге найти. Ищем мозг там, где его, как говорится, нет. Тем не менее, в то же время оно есть. То есть я просто пытаюсь показать, что сознание – это ноль предметности, что оно не вещь. Оно не вещь. Мир не сводится к вещам. Это детское представление. Даже к таким сложным вещам, как мозг или компьютер, не сводится. Тем не менее, смотрите, какая штуковина получается. Все-таки в сознании есть некий полюс, я бы сказал, того, что есть в нем. Пианино, мотоцикл, крокодил, плохо, хорошо, некий момент объективности. Но в сознании и есть, что мое отношение – опознавательное, либо творческое к этим моментам объективности. Захочу – сыграю на пианино, захочу – разломаю ее. Я вообще захочу – замечательный Бога, момент субъективности. Сознание темой отличается от бытия вещей, которые просто суть объекты. Они просто есть. Тема отличается от бытия вещей, что это отношение субъекта к объекту. Субъект-объектное отношение. И в этом смысле Кант говорил, что сознание – это мост между миром природы, в широком смысле слова природы, как мир объектов, и миром свободы. То есть сознание – это еще не сама свобода, но проявление свободы. Тему свободы мы затронем через пару лекций, когда будем вопрос о духе разбирать. Сознание – это мост между миром природы и миром свободы. Сознание – система субъект-объектных отношений. Вот мы ввели эту самую субъектность, появилась она у нас. Где? Где субъект? Ну, у вас. Вот это тот источник, который реагирует на какие-то раздражения или сам создает эти раздражения. Ну, а мозг – ваш любимый инструмент, который все это переводит куда, к чему? В отношении к материальным вещам. Инструмент приспособления. Ну, в первую очередь, это лучше всего развил Анри Бергсон, эту мысль. Ну, вот если кто читал «Войны Ясенецкого», он там у Бергсона ссылается. Ну, так немножко по-простому, но хорошо. Мост между миром природы и миром свободы. Вы, по какой логике мы с вами двигались? Особого рода реальность, не вещь. Реальность дана нам непосредственно. Но, тем не менее, от вещей все-таки она отличается. Вещи просто есть или нет, они просто существуют. Даже если они в нашем сознании существуют. А сознание, оно как бы само себя осуществляет. Оно само себя продуцирует. Оно само себя производит. Вы же думаете, ну, нужен какой-то инструмент, вы считаете? Ну, хорошо, пусть этим инструментом, пока мы находимся, по крайней мере, на этой земле, является тело и его такая структура смозка. Ну, еще раз смотрите. Продукты этого сознания, например, романы Толстого или теории Ньютона, существуют и воспринимаются нами, хотя мозгов, которые их произвели, уже нет. Очень важный вот этот компонент отношения, да? Субъектность, акт, деятельность, процесс, но в ней есть и нечто определенное, то есть некая совокупность пределов. Поэтому, если вернуться к самому началу и сказать, что сознание – это внутренний мир человека, то, может быть, это он как бы не весь внутренний мир человека, а именно то, что в нашем внутреннем мире носит отчетливый, оформленный и контролируемый характер. Может быть, нам потому и удалось взглянуть в свой собственный взгляд, что нам было куда отойти для того, чтобы посмотреть на себя со стороны. Ведь вы можете смотреть на себя со стороны? Можете. Смотрите, я вас как бы так спровоцировал, когда говорю. Взглянуть в свой собственный взгляд. Естественно, под взглядом мы понимаем чувственный взгляд, да? Но чувственность, как мы увидим позже, только одна из форм сознания. В чувственный взгляд сложно взглянуть. А в сознании-то вы осознаете, что вы видите, например, да? То есть, получается, вы как бы взглядываете туда. Вы можете на результаты своего видения посмотреть. То есть, сознание, получается, смотрит на себя со стороны. Такая штука. И от этого, ну, человеческое сознание, по крайней мере, от этого ничего с ним не происходит. Подвижки нету никакой. То есть, посмотреть на себя со стороны, то есть, раздвоиться и остаться самим собой. Не все могут на себя со стороны смотреть. Ну, это больше к теме дух, конечно, будет относиться. Не все могут на себя со стороны. Некоторые себя, некоторые существа, все-таки наделенные сознанием, кошки или собаки, например, себя в зеркале не видят, не реагируют на себя. Что-то значит, у них другого нет. То есть, пока мы вот на уровне сознания крутимся, дальше будем углубляться. Есть какая-то глубина. Глубина темная или глубина светлая. Глубина и высота, можно сказать. Куда мы можем отойти и как бы посмотреть на себя со стороны. Поэтому, если в нашем внутреннем мире, хотя вы увидите через несколько лекций, что сознание, оно сколь внутри вас, то ли вне вас находится. Сознание, а не мозги. Это тоже сознание пианино. Того, кто его сделал. И ваши, кто к ним подходят. Там же информация какая-то есть. Очевидно, не все в нашем внутреннем мире носит отчетливый, оформленный и контролируемый характер. Соответственно, есть то, что внутри нас, то, что не является сознанием. Поэтому второе отношение, которое позволит нам как-то немножко подойти к тому, что такое сознание, это не к вещи, а к бессознательному. Слово «бессознательное» всем знакомо. Особенно психологам. Особенно тем, кто книжку Фрейда открывал, или что-нибудь о нем прочитал в интернете. Надо сказать, что, конечно, термин «бессознательное» обрел популярность благодаря психоаналитической традиции. Означает ли это, что раньше о нем не думали? Нет, думали, но на какое-то время подзабыли. Думали и знали, и изучали, но подзабыли. Когда наступило это время забвения? Это время эпохи просвещения, когда миф о человеке как существе разумным по преимуществу, Homo sapiens. То есть 17, 18, 19 век, что человек – существо разумное, а разум – это главное в нашем сознании, что человек управляется разумом. Есть, конечно, есть страсти, надо с ними бороться. Ну, так вот, в принципе, он какое-то существо. А 20 век – это мировые войны, это холокост, это геноцид, это концлагеря. Вот, и человек уже не выглядит существом рациональным. В нем где-то открывается что-то иррациональное. А где оно? Там же где-то в нас, там же где-то в нас. Кто-то скажет, что это наследие там животного мира, кто-то там скажет, что это наследие духовного мира определенного. И так далее. Ну, там где-то в нас. И, конечно, особенность Фрейдовской позиции и его ветки психоанализа, хотя психоанализ им не исчерпывается, заключается еще в том, что он с сексуальностью очень сильно это связал. Ну, тема интересная людям, и, соответственно, они тут вокруг этого все и крутятся. Хотя изучение бессознательного, конечно, не связано, не пошло только по линии Фрейда. Не пошло. Это гораздо более интересно, и об этом я вам сейчас как раз вкратце расскажу. Мы начнем с того, что концепций много было. Они различаются тем, что некоторые из них видят в бессознательном только как бы либо убывающую степень сознания, либо возрастающую, так как количественный подход. Ну, вот Лейбниц, знаменитый наш, он примерно так вот думал. Но большинство концепций, и как раз вот Фрейд, психоаналитики к ним относятся, заключается в том, что это качественно разные реальности, то есть законы их жизни другие, законы функционирования другие, бессознательного сознания. Это один момент. Второй момент, что вот этот термин «бессознательное» слишком общий, слишком общий. Надо его разбить, по крайней мере, на две части. это подсознательное и сверхсознательное. Под и сверх или надсознательное. Подсознательное, сверхсознательное. Ну, вот если мы посмотрим на речку, или там представим, что это какая-то гладь озера, океана, то что мы... Есть темная глубина, туда вниз, вниз, вниз. Там, чем дальше, тем холоднее, тем всякие более интересные, экстравагантные гады там возятся на глубинах океана. Жизнь там по-другому течет, время там в этих океанских глубинах тоже течет по-другому. И есть светлая глубина, которая... Ну, и в конечном счете в землю упираемся. В конечном счете в землю упираемся туда. То, что сознание с водой сравнивается тоже. Поток сознания, это... Есть верхняя глубина, там воздух, там огонь, свет. Она называется сверхсознательным или надсознательным. И вот сверхсознательным или надсознательным мы займемся на следующей нашей лекции. Вообще, сами термины эти, они носят психологический характер, подсознательное, надсознательное. И нам они необходимы только как строителям нужны леса, когда они строят здания. Как только здание построено, леса снимаются. Точно так же и мы снимем эти леса буквально уже на следующей лекции. То, что называется сверхсознательным, это мир духов, духовный мир, мир идей, идеальный. А что же там находится в подсознании? Именно туда психологи любят лезть. Ну а нам это нужно, для того, психологам полезно будет и всем остальным полезно, чтобы у нас через несколько лекций выстроилось такое целостное представление о человеческом существе. В целом мы можем сказать, что подсознательные явления и процессы характеризуются двумя моментами. Они проще, примитивнее, проще, да, содержательно проще, нежели сознание. Поэтому устойчивее. Из этого структурного момента вытекает динамический, буквально динамический. Это то, что в принципе подчиняемо сознанию. В принципе подчиняемо. В принципе означает не всегда, а по сути. Часто наоборот подсознание давлеет. На этом все болезни наши, да, всякие неврозы, психозы и выстроенные. Оно вторгается в жизнь сознания. Но в принципе мы можем купировать, в принципе. Не всегда это происходит, скорее, может быть, чаще даже и подсознание сознания. Но в принципе можно победить его. А вот со сверхсознательным ситуация прямо противоположная. Это такие явления и процессы, даже я бы сказал сущности, это будет более правильно, да, сущности, которые сложнее по содержанию, сложнее, богаче, чем сознание. Это структурный компонент. А динамический компонент заключается в том, что приобщение к миру сверхсознательного возможно только через предварительное подчинение ему. Подчинился, приобщился. Не подчинился, не приобщился. И из того, что оно стало частью тебя, не значит, что ты как бы становишься его собственником. Но об этом на следующей лекции. Что же там находится в этом мире? Что же там находится в этом мире? Мы имеем в виду в этом мире подсознательного. такую табличку с вами нарисуем. Негко заполнить ее будет. Можно сделать пять вертикальных входов. Здесь мы посмотрим качественные различия. Качественные различия. То есть по источникам происхождения. качественные. И три горизонтальных входа. По горизонтали мы обратим внимание на количественные различия между различными типами подсознательного мира. Человеческой души. Скажем так. Ну вот. Начнем с простого. С того, что те же психоаналитики называют автобиографическим или биографическим. то есть то, что создает сам человек или человечество создает. В каждом у нас есть нечто индивидуальное с нами связанное. Дважды два. Четыре. Семь и семь. Все. Можно уже даже философию дальше не изучать. Долго думали? Нет. Вообще не думали? Вообще не думали. Как вы сделали это действие ментальное? На автомате. Совершенно верно. Автоматизированное в психике человека. Самое простое. Много у нас доведенного до автомата? Да. Огромное количество информации мы совершаем как? Автоматически. Считаем как? Автоматически. Используем слова русского языка как? На автомате. Если вам сказали здрасте, чего вы ответите? Здравствуйте. Увидите красный свет. Что сделаете? Притормозите. Автоматизированное в психике человека. Собственно, весь процесс обучения к этому как бы сводится. Мы осваиваем. Когда-то же вам было сложно. Помните детство в мокрых штанишках? Как изучали таблицы умножения? Тяжело было. Я помню, какие-то мне до сих пор сложно. С 6,9 что-то там или с 7,9 как вот они. Не доведены до автомата. Сейчас, если будем калькулятор использовать, скоро вообще в дебилов превратимся, как американцы. Считать не умеют. Ну, не будем сами считать, если дети сами не будут считать. То же самое, как не ходить по лестнице, только пользуются лифтом. И начнется процесс ожирения и так далее. Все ожирение ментальности. потому что сознание строится и мышление на неких элементарных актах. Ну, потом мы ходим, например, отжимаемся, подтягиваемся. Перестали этим заниматься. Стали на калькуляторах работать. Пых! Вылетит какая-то штука. А потом скажут, что не будет больше у тебя компьютер думать. Все. А я не умею сам. Я сам не умею ничего делать. Умирать остается. Мы осваиваем какой-то материал, и этот материал уходит куда? В подсознание. Но он легко актуализируется. Он легко актуализируется. Некие вещи, доведенные до автоматизма, мы же можем их переделать. Ну, не сложно, но можно. Вот кто-нибудь из вас в Болгарии был, в братской нашей стране. Вроде она уже не братская сейчас, после того, как во всех после... Сначала освободили их оттурок, те или они против России во всех войнах. Правда, без особой активности, но тем не менее. Значит, вот это что означает? Да. А вот это означает нет. А у них наоборот. Наоборот. Я когда первый раз подростком был там. Тогда уже болгары вышкальные немцами пропускали пешеходов на... Мы подходим из Советского Союза стали. Он так кивает, мы говорим нет, нет, мы никуда не... И мы никуда не пойдем. Он ждет, что мы переедем. Но в принципе мы можем взять под контроль эти автоматизмы и как-то выкрутиться. Или если психологи знают, спортивная психология, например, что чем выше мастерство спортсмена, тем меньше элементов у него в движении. Ну, или танцора, скажем так. То есть вы, когда начинаете кататься на коньках, у вас там это складывается или танец какой-то, а он профессионал делает. Элемент какой-то может быть заложен неверно. В чем задача тренера или спортивного психолога? Разложить цепочку на элементы, вытащить неверный элемент. Ну, когда много материала человеческого, можно этим не заниматься, а просто списать в пассив. То есть в принципе эта вещь подчиняемая нами. Много этого, много, ничего страшного нету в этом самоавтоматизированном, хотя всякого рода привычки тоже там лежат, может быть и нехорошие привычки, там нечто доведенное до автоматизма. Дальше, что еще есть? Вот, я просто не стал выделять привычное как бы как отдельную, это же не наша задача. Все ли вы помните? А? Все ли помните вы? Нет, точно, точно могу сказать, что нет, я уже вообще стал забывать с возрастом. Куда уходит забытое? В подсознание, конечно. Смотрите, забытое не значит исчезнувшее. Но может в ближайшее подсознание, там раз напомню, может уйти куда-то совсем глубоко. Если ты что-то забыл, смотри, ты не можешь вспомнить, ты начинаешь испытывать тревогу какую-то, раздражение, дискомфорт. Сколько бы всего, да, сколько бы всего проглотили книг разных. Где эта информация? 90% где-то она там лежит, переваривается. Что-то может не восприятили, так сказать, в одно ухо вошло, в другое вышло, а что-то запало. Потом бывает такой невольный плагиат бывает у людей. Он написал, а это же было где-то. 10 лет назад книжку прочитал, забыл, но потом раз, в другом контексте у тебя снова всплыло. с поеданием пищу это можно сравнить. Есть пища. Сам процесс сколько занимает? 15 минут, переваривание пищи несколько часов. Потом эта переваренная пища куда уходит? В состав организма, влияет на нас, влияет. эти забытые они значит исчезнувшие. Есть глубоко что-то залегающее в нишах нашей памяти. Вот блаженный Августин память с гротами, с морскими гротами сравнивал. Задолго до Фрейда разные пещеры, гады всякие могут находиться в этих страшных чудовищах в этих местах и так далее. Можно с помощью определенных методов помочь человеку вспомнить. Не вспомните экзаменатор на экзамене напомнит вам наводящий вопрос. Следователь может напомнить задать какие-то вопросы. Есть инструменты специальные у следователей раньше были, которые помогали как-то человеку вспомнить. Как в 17 мгновениях весны Штирлица провели в этот каземат где-то. Лежат всякие клещи, щипцы и прочее. Хорошая фраза «Передайте группенфюру, что стандартенфюрер все вспомнил». Он, конечно, обманул Миллера, но в фильме. Говорят, что подключим какие-то мозговые деятельности, сыворотка правды и так далее. Все это выплывает определенным образом. Забытое не значит исчезнувшее. И забытое вот оно где-то в нас. Есть мнение такое, что в критические ситуации, в стрессовых ситуациях человек много чего вспоминает. Такой страшной фундаментальным стрессом является смерть, по крайней мере клиническая смерть. По описаниям очень многих людей, которые ее испытали, практически всех они вспоминали все. В другом свете и как-то по-другому все это быстро было. и как они по-другому видели события своей жизни, но все вспоминали. У них какие-то возвращения воспоминаний. Раз стресс и круг. Но в этом плане во многих религиозных традициях есть представление о том, что смерти, вот это вот, поскольку мы из этой хромины выходим и сознание уже из подсознательного не разделяются ничем, грань исчезает между сознанием и подсознательным. И происходит возвращение воспоминаний. Происходит возвращение воспоминаний. Правда, все там по-другому выглядит на том свете. На том свете все в другом свете. То, что здесь тебе казалось хорошим, там только ты можешь только догадываться, что вроде что-то я не так-то сделал. Там как-то оно по-другому все оказывается. Поэтому говорят, что лучше оставить здесь с помощью разных инструментов покаяния, исправили. Оставьте здесь, не забирайте с собой ничего не надо. Помойте здесь, не забирайте грязь туда. обратите внимание, что забытие уходит сон. Следующий уход забытие смерть это такие вещи близкие. Вот эта связь забыть уйти забытие. Куда уйти? Во сне мы уходим забытие бодрствующего сознания, а в смерти мы уходим просто за забытие в какой-то иной мир. Поэтому забытое с нами, забытое с нами, поэтому вспоминайте лучше до того, как произойдет с вами что-то. Что еще есть похожее на забытое, похожее на нем, собственно говоря, вырос весь классический психоанализ. Вытесненное, 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 вытеснение, такой прием. Как бы Фрейд считал, что если вся неприятная для нас информация, неприятной информации много, постоянно будет в актуальном сознании, человек как бы сойдет с ума. Собственно говоря, все мы в каком-то смысле сумасшедшие, но не у всех это так доходит до критической точки, что начинает на соматическом уровне проявляться. Он считал, что это с какими-то травмами детства связано вот это вытеснение. Действительно мы как-то пытаемся но вытесненное, смотрите, не просто забыл, а вот психика, то есть душа выталкивает то, что ей не нравится. Вытесненное, как и забытое, не означает исчезнувшее. Если вот в соседней комнате поставить генератор волн сверхнизкой частоты, мы ничего не будем слышать, но мы будем испытывать тревогу. Тревогу. А знаешь, тревога такая. От вытесненного мы испытываем то, что называется комплексами в нашем сознании формируется. И задача психоаналитика как раз и заключается в том, чтобы вот это вытесненное вытащить на свет сознание, ну не на свет божий, это как у исповедника, а на свет сознания его вытащить. И вроде иной не страшной оказывается тогда. Думаешь, что там чертик какой-то сидит в углу, а там просто мишка завалился за диван. Ну вот такой примерно, такая примерно метода распечатывания вот этого вытесненного мира. Ну опять-таки, наверное, все не получается нам вытащить. Ну вот видите, что там много всякой дряни есть. Ну, без этого и не обойтись. все это связано с нашим биографическим подсознательным. То есть, это мы вытесняем. Нельзя забыть то, чего никогда не знал. Вот. По крайней мере, по этому индивидуальному уровню. Давайте в конце, может, а то сейчас мы закончим лекцию. Лучше в конце. смотрите, и вот тоже старик Фрейд от биографического подсознательного к уже взрелый в поздний период пришел к тому, что есть нечто независимое от человека. Вот это то, что он назвал таким словом «оно». Вот он там находится. Есть нечто, что мы наследуем ну, я не знаю, от животных, например, а там все-таки тоже животные. И оно где? Оно в глубинах духа и находится. С одной стороны, оно создает платформу для нашей жизни, с другой стороны, это все-таки не человеческая штука, а дочеловеческая. Что объединяет нас с животными? Есть что-нибудь объединяющее? Нет, ничего, не вас с животными. Есть инстинкт, правильно? Инстинкт. Да. Где инстинкты находятся? Преимущественно в подсознании. Ну и тот же Фрейд считал, что там как бы вот среди всех инстинктов он выделял два. Некоторые говорят, что это довольно субъективное выделение, но с его точки зрения оно как бы правильное. и этим инстинктом основным или базовым даны были даже имена могущественных языческих богов Эрос и Танатас. Бог любви, особой любви, направленной на поглощение, на присвоение того, чего у тебя нет. И Бог смерти. И вот как бы они властвуют. Смерть и время царят на земле. Ну и если вам Сергей Павлович про Эмпидокла рассказывал, какие две силы еще нет, какие две силы властвуют в космосе? Любовь и вражда. Эрос это не означает, смотрите, по Фрейду и в этом он прав, это не означает, не сводится к сексуальности. Сексуальность одно из проявлений Эроса. Эрос это стремление обладать тем, чего у тебя нет. И Эрос бывает разный. Тоже Платон писал об Эросе истины, например, что тебя туда влечет. Эрос пронизывает всю жизнь человека. Мы стремимся чего-то получить. У некоторых людей это доходит до мании. Что движет политикам? Эрос чего? Власти. Власть, да? Помните, что Христу предлагал в пустыне? все царствами мира села. Что движет капиталистам? Какой Эрос? Деньги, богатство, богатство. мы можем сказать, капиталисты тоже хотят и себя проявить, и свой бизнес. Это более объемное. А вот эти звезды эстрады, все еще они только не идут ради того, чтобы получить чего? Славу, да, слава. это все Эрос. Вот в этом смысле Фрейд говорит об Эросе. Наоборот, как раз чисто сексуальная сублимация, она не творческая. Вся культура это сублимация Эроса. Сюда же очевидный инстинкт продолжения рода, он тоже сюда попадет. Ну, это вот такая штука. Атанатос еще хуже, да, еще страшнее. Инстинкт смерти, инстинкт убийства. Ну, вы можете спросить, так вот, что так много, например, про Фрейда мы говорим в христианской академии. Ну, с одной стороны, с одной стороны, так много, потому что он действительно оказал влияние вот на изучение этой сферы подсознательного, хотя он не единственный, конечно, из великих философов, психологов, который этим занимался. С другой стороны, в самом деле, это может быть не так далеко от того, что нам говорит и откровение у человека, не так далеко. Вот. Вот это стремление обладать, прямо, превратить, вплоть до того, что камни в хлеба превратить, вот, все сделать, обладать и съесть уже, прямо, и стремление к смерти, где-то в глубинах человеческого, подсознательного, очевидно, оно обретается, обретается. Другое значение, другое слово для Танатоса, это место, где он прибывает, это аид, ад, говоря по-русски, аид, это не только место, но и дух, по-гречески, бог этого места, бог с маленькой буквы, ну, мы сказали бы, дьявол, падший дух, где он, оказывается, находится? Оказывается, он находится где-то в глубинах нашего подсознательного, эти самые инстинкты. Собственно говоря, не так действительно далеко от того, что нам Библия говорит о человеке. Апостол Павел, нет ни одного, кто не согрешил бы, а все согрешили и лишены славы Божией. То же самое, но совершенно в другой ценностной системе, говорит Фрейд, нет человека, который не был бы болен. В душевном смысле будет, только не у всех это проявляется в явной виде, не у всех, не всегда количество достигает каких-то качественных скачков. В чем разница между такой фрейдийской и христианской или библейско-христианской позицией? В том, что там выхода нет особого. Выхода нет. Ну, я не знаю. Здесь есть выход. Здесь есть выход. Там нельзя человека вылечить полностью, можно только его подлечить. А здесь, по идее, в этом и состоит существо искупления, что ад, где твоя жало, где твоя победа, смерть, где твоя победа. Если читать по-гречески, там будет ад и тонатос. Аид и тонатос в этом месте у апостола Павла. Обратите внимание, кого вытеснил, чью социальную нишу занял психоаналитик в современном мире? Священника. Священника в каком разрезе? Как шаман или как священник-исповедник? По методам, да, как исповедник, по методам. Но по предмету я бы сказал ближе к шаманам все-таки. Потому что, если христианский священник, он работает же как посредник между человеком и Богом, ему предполагает, что если исповедь искренняя, то все, прощаются грехи, ты уходишь умытым. А тут духов заболтать можно, на какое-то время удовлетворить, а полностью победить невозможно. Полностью победить болезнь, полностью победить грех. Подлечить можно, подлечить, а полностью вылечить нет. Так что тут такая двойственность у психоаналитика. В чем-то он на шамана похож, на какую-то бабку, за которой заговаривается, на колдуна. А в чем-то он похож на священника-исповедника. Методы очень похожи. Вот что касается этих самых инстинктов. То есть они разные. Ну, кстати говоря, с инстинктами-то мы можем справляться ведь. Можем, не всегда, но справляемся. Хочется кушать. Вместо этого идем на лекцию по философии, сидим, этим от животного отличаемся. Собственно говоря, ведь и культурой возникает как наше преодоление вот этого инстинктивного начала. С другой стороны, убрать инстинкты тоже схема одна будет пустая, безжизненная. То есть надо их как-то во что-то более высокое перегонять. Вот у нашего религиозного философа Бориса Петровича Вышеславцева есть хорошая книга, называется «Этика преображенного эроса». В творчество человек может это перегонять. Вот они, базовые штуки. Что было еще в конце XX века открыто? Для психолога важно, ну и для многословов тоже, наверное, интересно будет. Был такой чешский, потом американский психолог, книга Вышеславцева, Борис Петрович Вышеславцева. Был такой по поводу пятого пункта. Станислав Гроф. Станислав Гроф. Кто-то, наверное, слышал о нем. Вот это холотропное дыхание и так далее и тому подобное. Начал в Чехии, потом, как большинство, уехал в США. Не все однозначно к его открытиям относятся. Тем не менее, мы должны указать, что такое есть. Он открыл еще особый слой в нашем подсознательном. Это пренатальное и перинатальное подсознательное. То есть, пока мы находимся в утробе матери и сам момент родов очень сильно влияют на душу человека. Считается, что вроде там он не то не сё. Кто-то говорит, что прямо уже чуть ли не личность там. Кто-то говорит, что это душа, которая уже будет через какое-то время личности. Но ребенок переживает, он чувствует, не рефлексирует, но он чувствует, он желанный или нежеланный, хочет мама сделать аборт или не хочет. Он чувствует это окружение. Если какие-то конфликты, например, происходят в семье, он тоже это переживает. И это потом накладывает отпечаток на всю последующую его жизнь. Но где находится это? Это находится в подсознании этого ребенка. Может он это осознать? Нет. Но вот эти его сторонники говорят, что как бы мы можем помочь ему это сделать? Там эти разные методы, и к ним, конечно, скептическое было отношение по поводу того, что какое-то время они пробовали ЛСД использовать, чтобы при открытии. Поэтому в сообществе это неоднозначно все было воспринято, но тем менее, книги его и его последователи активно публикуются, читают. И, соответственно, роды. Если человек рождается с травмой, удушением, конечно, это накладывает отпечаток на всю последующую жизнь его. Вот этот вот... Или наоборот роды легко прошли. Вот это вот пре, конечно, надо его учитывать. Надо его учитывать. По своему опыту знаете, что что-то в этом есть. Но тоже, так же, как и Фрейда, его критикуют за ненаучность. Многие психологи говорят, что это миф. И здесь тоже, здесь что-то даже ближе такому каким-то полуоккультным методам у него появилось. Тем не менее, какой-то мир же оккультисты открывают, какой-то мир духовный. Туда вроде не взялись, но они туда лезут. Значит, смотрите, теперь можно расширять, но я думаю, что базовые вот такие модели мы посмотрели. Теперь по количественным показателям можно говорить о сознании и о подсознательном как индивидуальном у каждого из нас свое сознание и свое подсознательное. Но обратите внимание, ваше сознание не изолировано. Вы существуете в чем? В русской культуре, в своей конфессиональной традиции, в своем профессиональном сообществе. Вы как такие разные слои находятся. Это то, что Маркс назвал коллективным или общественным сознанием. То есть так же и подсознательное тоже может быть коллективным. Коллективное подсознательное. Индивидуальное коллективное. Это вот такие представители психоаналитической традиции открыли, как Адлер и фром. Действительно, у каждой нации есть свои комплексы, стереотипы, привычки, традиции. Можно сказать, что в религиозных конфессиях то же самое. Человек, который в традиционной православной семье выросли, или наоборот, в традиционной во многих поколениях баптистской семье. Какие-то вещи с молоком матери усваиваются. Называется коллективное подсознательное. Но какие-то мы принадлежим к определенным социальным группам. То есть получается несколько слоев этого коллективного подсознательного. Наконец, есть универсальное или всеобщее. То есть мы все представители человеческого рода, а говорят, что человек это вершина эволюции, ну или вершина творения. И как бы в нас заключена вся предшествующая история жизни. Где она находится? Вот там находится. Вот это коллективное, универсальное, всеобщее. И такой знаменитый психолог и философ как Карл Густав Юнг даже нашел структуры, которые там властвуют внутри этого коллективного подсознательного. Он назвал их термином, который восходит к Платону архетипы. Архетипы коллективного подсознательного. нечто вроде ангельских структур Грегоров, которые вот там лежат и помимо нашей воли как-то нашими выборами, нашими ценностями манипулируют. Он пытался описывать, где в первую очередь архетипы эти проявляются в мифе, в искусстве, в религии. На самом деле везде. Смотрите, вот так вот есть несколько слоев, в том числе в психике каждого из человеков. Тоже можете сказать, что Юнг такая фигура неоднозначная с религиозной точки зрения. Сын пастора, кстати говоря. И считал, что в юности своей он не смог воспринять всего богатства, которое предлагал ему отец, а потом уже когда к старости понял, что папа был по многим вопросам прав. Эти вот штуки, они нам помогают. Вот этот современный взгляд на устройство человеческой души помогает ответить, в том числе на непростые вопросы, которые людей терзают. Это самый такой сложный вопрос, это о злее теодецеи, то есть как вот зло, почему дети виноваты, почему они отвечают за грехи родителей и так далее. Я не согрешил, почему я должен за какого-то Адама, Еву, мифологические существа. Смотрите, что мы же многие вещи наследуем. так? Если мы от Папы унаследовали дом трехэтажный каменный в хорошем месте, который мы не строили, то это нормально. Если мы от Папы унаследовали слабое сердце, то Папа подкачал. А вот я-то не при делах с Папой. Сейчас спрашивают, где этот первородный грех, что же это такое? Грех это не акт, первородный грех. Это некая потенция, склонность, возможность. Где она находится? Если вы читали Библию, то когда Каин убил Авеля, Бог ему что говорит? Если делаешь доброе, то смотришь вот так. А если не делаешь доброго, тогда грех лежит у дверей или у порога. Есть такое выражение порог сознания. Это та грань между подсознательным и сознанием. Грех лежит у порога. И дальше следуют замечательные слова. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бог не даст человеку того задания, которое он не смог бы выполнить. Он влечет тебя к себе, ты господствуй над ним. Можем мы здесь? Можем. наши инстинкты поможем. В том числе вот этот самый инстинкт, основной инстинкт смерти, стремление к убийству и к самоубийству. Но ты господствуй над ним. Но не всегда получается. Скажем так. Поэтому конечно мы наследуем не сам грех, а склонность к нему, как сказал бы Карл Густав Юнг, определенный архетип, который нас тащит куда-то. Не прориснен конечно вопрос у него, что такое архетипы, но уже в поздние годы он говорил, что это такое что-то похожее на мир мертвых. В последние свои годы писал. Вопрос о природе архетипов не разрешен философией и психологией. Но этим понятием пользуются практически все и даже уже в более широком смысле, чем его употреблял сам Карл Густав Юнг. Вот видите, да, и кстати, Гроф как раз считал Станислав Гроф, которым я вот здесь вам рассказывал, что он нашел смычку между биографическим сознательным и коллективным. По-своему он целостность такую приобретает. Вы видите, что мир человеческой души многообразен, сознание это своего рода поверхность, а глубина там большая. И разные течения потоки, разные рыбы и прочие гады плавают в этой глубине. Но ты господственный один. В конце концов, есть еще и сверхсознательное мир идей, царство духов, собственно духовный мир. Но об этом тогда в следующий раз, коллеги. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, вставайте.